Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами на связи Акамарачи. В этом видео мы с вами просто поиграем в рыбалку, немножечко с вами поразговариваю, пообсуждаем какие-то темы и будем также выполнять квест Старца Бура. Хотелось бы мне, дорогие друзья, вам порекомендовать канал одного моего очень хорошего друга, Лорд Гримм, снимает замечательный видеоконтент по игре Perfect World, по моей очень любимой игрушке RPG, которую я очень любил, играл в нее в детстве и сейчас иногда поигрываю в нее. Очень хороший сервер, также рассказывают как прокачаться на нем, как заработать денег и многое другое. Также делают стримы на различные другие игровые проекты, поэтому если будет интересно, заходите, поддержите парня комментариями, лайками и подпиской. Сегодня мне нужно поймать Змееголова, по-моему, Нильского, кофейного цвета. Вот его будем сегодня ловить. Он у нас будет... Ух ты, слишком тяжелый. Он у нас будет основным приоритетом в данный момент. Нужно выловить три штуки этой рыбки и мы с вами получим завершение нашего квеста и испытание муравьем, так сказать, закончится. Я хочу сказать, что на данный момент я уже потратил где-то 200 муравьев, чтобы выполнить вообще все этапы этого квеста. И у меня получилось выполнить их. Остался вот последний. Не знаю, 27 муравьев хватит или придется докупать, там посмотрим. Вообще советую многим выполнять квест старца Бура, чтобы открыть себе старец Бура Эксперт. Я пока не знаю, что он предполагает на открытии Эксперта. Вот это вот нам надо ловить, африканский. Что нам даст? Может быть там будут крутые призы. Еще больше, еще лучше, чем вот здесь. Может быть еще что-то. Я не знаю пока что. Но в любом случае, если там стоит 44 квеста, чтобы открыть, значит какой-то должен быть плюс. Правильно? Правильно. Вот я к этому стремлюсь. Да и вообще у каждого игрока должна быть своя какая-то цель. У кого-то надо накопить на супер какую-то удочку. У другого цель надо, к примеру, там, если есть база, строить базу. У третьего хочу там поймать самую-самую там, я не знаю, большую рыбу, там, акулу, к примеру, тигровую. У других еще какие-то цели. У каждого игрока должна быть цель. У каждого человека вообще должна быть цель, мечты, желания. Иначе все это как бы меркнет, бледнеет и становится неинтересно. Когда не цели, желания и мечты. У меня пока что, я же говорю, открыть вот старец Буро-эксперта и посмотреть, что он даст. И, естественно, поделиться с вами. Что же это будет за, знаете, как открытие. Что оно будет сулить. Хочется верить, что там будут очень крутые призы. Именно вот на вот этом вот квесте. Если там будут действительно крутые призы, тогда имеет место быть выполнить другие квесты, других НПСов, чтобы открыть экспертов. Если это будет позволять мне снасть моя, мой разряд. Но я думаю, когда я Буро закончу выполнять, я с 14-го, где-то, наверное, разряда до 16-го. Да даже, может быть, не до 16-го. Даже, может быть, до 18-го я поднимусь. А это очень круто. Я хочу, как я уже говорил в своих видео, в других, в других, в других, я хочу себе взять либо 21-й разряд, либо 18-й, чтобы купить уже снасть на 25 килограмм. И тогда уже будет интересней. Тогда уже будет идти другая рыба. Она будет крупней. Уже квесты можно будет как-то не сильно выполнять. Ну, не знаю. Я вообще такой вот. Я не люблю одну рыбу сидеть долбить сутками. Вот, правда. Вот я терпеть такое не могу. Вот сидеть, одну рыбу ловить, 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 ловить. Для меня вот нужна какая-то динамика, какое-то продвижение. Благо, что в этой игре очень много всего есть. Здесь есть и турниры. Я пробовал играть турниры вне видео. Естественно, проигрывал. Не знаю. Люди очень хорошо ловят. Даже вот на количество я играл турнир. Я занимаю там 15-е вообще место, потому что в десятку, в первую входят люди. Они там, я поймал 35, по-моему, рыб. А другие поймали там вообще какие-то цифры баснословные. Кто 89, по-моему, кто там 70. Вот так вот. Во, малявочник. Видите, мы с вами выполнили малявочника. Хотя мы его целенаправленно вообще не ловили. Вот я еще и говорю, плюс. В чем плюс вообще этих медалей? Насыпало денег уже 70, почти 71 тысяча. Круто. И я тогда был очень сильно поражен, что такой вот отрыв. Я все-таки планировал в десятку войти, но я куда-то в саму опу ушел. И потом я перестал играть турниры. Я понял, что это совершенно бесполезное занятие. Это трата своего времени, потому что я даже на количество не смог выполнить турнир. Я так понимаю, люди, которые... Хотя это турнир для новичка, понимаете. Там первое место, там 3000 серебра. Может быть, я что-то делал не так. Ну, то есть, надо это как-то продумать, пораскинуть мозгами. Промониторить ситуацию. Возможно, я что-то неправильно делал. Хотя, я кидал, естественно, вот туда далеко, чтобы у меня был больше клев. И пытался ловить рыбку. Ну, я же говорю, тут все, в принципе, относительно. Надо как-то продумать. Может быть, на другой локации там Вьюн постоянно клевал. Или Йорш один за один только закидываешь, он клюет. Я ж не знаю. Это надо, конечно, все смотреть, все анализировать. И уже потом делать какие-то выводы. Вот еще квест выполнили. Тут много напихано всего. Всяких квестов. И хочу сказать, что на компе мне намного удобнее ловить вот этих всяких летающих тварей, которые летают. На телефоне вообще неудобно. Вот правда. Я почему-то пальцем не могу попасть. Я постоянно перезакидываю снасть в несколько разных мест. Потом опять перезакидываю на то место, которое мне нужно. И меня это начинает немножко расстраивать. Я вот не люблю такое. И на компе лучше намного таскать рыбку. Мне удобнее здесь. Не знаю, как-то и картинка побольше, и сидишь ты. Хотя на телефоне можно лежать вот в этом плюс. Но на телефоне надо... Вот тут минус в этой игре, что нужно с двух рук в нее играть. Вот ты берешь и с двух рук эти две кнопки нажимаешь. Вот правда, мне вообще неудобно. Я не знаю, я привык. Вот видите, тоже не попал. Я привык во всех рыбалках, что практически всегда вот одна кнопка. И все. А здесь нужно две. Справа и слева это на андроиде. Здесь-то я одной рукой нажимаю. А там нифига. Там всегда двумя нужно. И мне как-то вот это неудобно. То есть у тебя две руки заняты. Даже когда смотришь какой-то фильм, бывает, вот ты хочешь фильм посмотреть, ну и в рыбалку хочется поиграть. Ну рыба, к примеру, там долго клюет, или по квесту долго рыбу вылавливать. Вот как сейчас мы змееголова ловим. Что делать? Ты ставишь ловиться и поглядываешь. Но как только клюет рыба, ты, естественно, берешь телефон в две руки и начинаешь ловить рыбу. Ну, либо пытаешься извращаться как-то там мизинцем и указательным пальцем. Делайте такой, знаете, как блатный. Хопа так и вытаскивайте рыбу. Это, конечно, блин, специфически смотрится со стороны. Очень интересно. Но так тоже можно делать. Я так делал. Но, но, это все меркнет и бледнеет по контенту игровому, который эта игра предоставляет. Вот правда, как-то я за этот проект немножечко подзабыл. Вот и аккаунт есть, и играл, и как-то вот и обзор на него снял. И я планировал на него делать летсплей, и какие-нибудь видео поделать интересные, обучающие какие-то советы. Но все как-то закончилось, понимаете. Как-то вот он раз, я помню, я уехал на сессию, прошла сессия моя, месяц я там был. Я приехал, потом на меня куча работы навалилась. И что-то как-то потом дома куча работы. И этот проект вообще у меня вылетел из головы, и я за него полностью забыл. Не знаю, вот произошло это вот по вот этой вот причине. И все. И как-то все заглохло, и тоже никто из моих подписчиков мне о нем не напомнил. Обычно мои преданные подписчики, которые обожают рыбалку, они всегда, они какой-то проект да напомнят. А тут что-то все за эту игрушку и забыли. Хотя онлайн у нее великолепный. Вот сегодня у нас суббота на часах. Вот смотрите, 600. Но это видео выйдет у нас в понедельник. Но смотрите, 645 человек смотрит, о, смотрит, боже мой. Играет в эту игру. 645. Это я смотрю и думаю, я же смотрю, да, вижу. Суббота. Время у нас 2 часа дня. Это круто. Это крутой онлайн. Никогда не нужно забывать, что в выходные, в выходные онлайн очень часто может упасть. Почему? Потому что люди обычно в выходные что делают? Особенно вот в середине дня. Они могут куда-то выйти погулять, там, выехать за покупками, еще что-то. Середина дня это вот не такой пик. Я считаю, самый пик игры, это вот либо суббота вечер, либо, и то не факт, либо вот воскресенье вечер. Когда вот вы сделали все дела, там, гости, не гости, еще что-то. Воскресенье перед работой, то есть последний выходной. И вы хотите вот что-то такого, да, вот там поиграть. Вот у вас есть свободное время. Вот самое такое смаковое время, я думаю, где-то от 8 до 10 часов вечера. Вот это вот пик онлайна. Вот можно в воскресенье как-то зайти и промониторить. Но уже 650 человек, это уже топ. Я, кстати, здесь я меньше 500 ни разу не видел. Вот правда. Я как ни захожу, всегда 550, 600 человек играет, там, 580. Тут в этом диапазоне держится цифра. Меньше 500 еще не было ни разу. Это о чем говорит? Что игра, во-первых, она популярна. Во-вторых, в нее играет много людей для 2D рыбалки. И в нее следует действительно поиграть, уделить какое-то внимание. Потому что она крутая. Прям вот очень крутая. Но я почему-то не могу пролистать дальше, посмотреть, кто там. Наверное, надо в чат прям заходить. Что у нас вообще по квесту? У нас еще 2 змееголова осталось. Хочется уже быстрее выполнить. Вот еще задача не для слабаков тоже можно выполнить. Вот эту ерунду. Но вот эти вот квесты, диапазон с граммами, я вот их терпеть не могу. Вот правда. Мне проще выполнить определенный вид рыбы, поймать какой-то. Пусть я даже буду игровой, ой, реальный час ловить этот вид рыбы. О, отлично, змееголовчик зашел. Последний остался. Пусть я буду час его ловить, но я знаю, что я его поймаю. А вот граммы, это вот настолько все рандом. Я понимаю, что вид рыбы это тоже рандом. Но это хотя бы относительно рандом, ты понимаешь. А вот граммы хрен, ты понимаешь. Попробуй их еще угадать. Знаете, этому я вот не люблю. Вот прям категорически не люблю вот эти вот все квесты. Они мне прям вот еще вот со времен РПГ. Вот, ну там, конечно, граммов не было. Но там, допустим, надо было ставить какой-то определенный шанс мобу здоровья. Или, допустим, боссу. Или подгадать определенный шанс здоровья. Вот это вот я терпеть не могу. Вот эту ерунду. А в рыбалке вот диапазон граммов я терпеть не могу. Это вообще такие для меня самые паршивые квесты. Ну, может быть, кому-то это очень сильно нравится. Поэтому я никого обидеть не хочу. Если вам нравится, то ради бога это личное мнение каждого. Мне вот просто не нравится. Но я не говорю, что они плохие. Эти квесты ни в коем случае. Выполнять нужно квесты все. И тот квест на граммы я тоже когда-нибудь буду им заниматься. Тоже буду выполнять. Пока что цели по каким-нибудь амбициозным, знаете, таким задачам я ставить себе не буду. Там где-то там 30-50-е разряды. Нет. Пока что только открытие эксперта старца Бура. Поставим такой более-менее приземленный в себе приземленную задачу. И будем стремиться. Еееее. Да, мы выполнили квест. Отлично. Насыпало опыта. Насыпало денег. Вообще замечательно. Давайте посмотрим. Испытание тестом теперь. Неплохо. Карась, карась, пелять. Рипус, ладожский, тесто, да. 20 рыб на наживку теста. Вообще на изи. Вот такое я люблю. Вот такое прям вот мне вообще нравится. Давайте. Давайте еще подкупим тесто, потому что очень, очень все равно придется много ловить. Так, вот это же оно, да, тесто. Давайте сразу 400. Ну, 400 имею ввиду денег. Мы сразу купим максимально тесто. Сколько у нас получается? 237. Я думаю, нам с головой хватит. И попробуем что-нибудь выловить на него. Обычно тут мне еще что нравится. Вы когда кидаете вот так вот здесь на эту локацию, вообще на любую локацию, вы когда сардина туркана какая-то, ух ты, прикольно. Кидаете, когда вы наживку определенную, вам пишут сразу, что здесь на эту наживку ничего клевать не будет. И ты сразу такой думаешь, ага, значит ты сделал что-то не так. То есть здесь рыба такая не водится, которая будет клевать на эту наживку. Это круто, это мне нравится, потому что иногда можно так ошибиться, нечаянно. Паук с паутиной, вот это тоже классная вещь. Почему? Потому что дают наживку паук. А есть медаль, где нужно поймать определенное количество рыб на паука. А это круто. Ладно, всем огромное спасибо, кто был со мной. Оставляйте комментарии свои, подписывайтесь, если вам все понравилось. И также ставьте большой палец вверх. С вами был Акамарачи. Всем не хвоста, не чешуи, больших трофеев и постоянного клева. Пока!